Ты куда пришел? На площадку, Давидулик? Да? А, ну что там в твоем рюкзачке? Что там, что там? Пузырики будем дуть? Давид? Не, Маша дуть не будет, Маши нету девочки. Еще. О, молодец. Улетели, да, пузырики? А ну-ка еще дуть. Ну все, пузырики улетают быстро, она дует. Субтитры делал DimaTorzok А как зовут девочку, с которой ты играешь? Маша, да, Диана. Вон идет, да? Тебе нравится с девочкой играть? А Диана пасочку построила, покажи. Вон и там была пасочка, да? Да. Пока у меня Давид спит в обед, у меня наконец-то есть время взять руки камеру и поговорить с вами. Сегодня хотела бы поделиться не очень приятной новостью. Я вообще долго думала рассказывать об этом, либо нет, так как не очень хочется грузить людей своими проблемами. Не знаю, у меня обычно такие позитивные видео на канале, мотивирующие. Так как мне кажется, человек, который заходит ко мне на канал, хочет видеть видео позитив, настрой, мотивацию, расслабиться, забыться о своих проблемах, в общем, и не грузиться чужими проблемами. В общем, напишите свое мнение по этому поводу. Для меня это очень важно, так как вы моя публика. Я снимаю видео для вас, хоть и небольшая публика, но все же спасибо, что смотрите нас, поддержите нас во всем и пишите нам комментарии. Нам очень приятно, правда. Так вот, вы, наверное, заметили, что в последних видео нигде не велькает наш кот, так как он умер еще 3 недели назад где-то примерно. Я не скажу, что мы прям рыдали тут, слезами заливались. Это было ожидаемо, так как ему было 16 лет, и последний месяц он практически с кухни не выходил. Он только ходил покушать, и в туалет, и только в туалет он ходил куда попало последний месяц, и он сильно похудел. Муж, конечно, предлагал его усыпить, но мы с мамой решили, что сколько что суждено, столько суждено. И смысла его к ветеринару водить тоже не было, потому что от старости, как говорится, ничего уже не спасет. Вот, в общем, это было ожидаемо, и это случилось. Первые дни, честно говоря, вообще очень непривычно, что в квартире никого нет, никто тебя не встречает, никто тут не лежит, никого кормить не надо. Пылесосить шерстничью не надо, но, в общем, все равно очень-очень непривычно. И на наше удивление, оказывается, Давид был очень привязан к коту, хотя они вместе не играли, даже когда Давид был поменьше, и кот такой еще был активный. Но он такой был старичок у нас злой, и поэтому, если Давид его слишком там зажмет как-то, то он кусался и царапался, поэтому мы вдвоем их не оставляли, и не разрешали Давиду сильно к нему приставать. Но, когда кота уже не встала, Давид постоянно, эти все две недели, каждый день по несколько раз ходит, ищет его под столом, и показывает, что тарелки нету, где корм, в туалете песка нету, открывает холодильник, где лежал его корм. Не ходит все, и, а, и, а, и, а это киса, Давид его так называл. Вот, ну, я ему все это объясняла, что кот ушел, закрыл дверь и ушел, говорю, надоели мы ему. Не стала я его грузить всякими там, типа, умер, не знаю, мне кажется, все равно он бы этого еще не понял. В общем, мы поняли, что Давид уже все прекрасно понимает, хотя и не говорит, не то, что он привязывается к животным, он на улице ко всем собакам тянется. В общем, мы сейчас в активном поиске нового домашнего животного, и, скорее всего, это будет собака, так как все равно, мне кажется, отдача у собак лучше. Но, когда я была маленькая, кот меня не слушался, гонял меня. Мне, кстати, было 10 лет, когда мама подобрала кота у нас в подъезде. Сейчас схожу за альбомом и покажу вам его фотографии маленького, меня маленькую. Думаю, вам будет очень интересно. Наш Давидулек уже проснулся, присоединился к просмотру фотографий. Так, как обещала, сейчас попробую найти нашего кота еще совсем маленького. И А будем искать. Кстати, смотрите, это я маленькая, мне здесь 8 месяцев. Мой брат и моя мама. Вот наш кот и я маленькая. Это вот тоже я, мой родной брат и двоюродный брат. Такие мы здесь чудные. В общем, я считаю, да. Ты нашел кисю, да, молодец. Кто это? Это мама, да. И вот он, наш кот. А тут наш кот маленький. Что-то совсем там, где он маленький, не могу найти фотографии. Да, и вот он, наш кот. Мы его очень много фотографировали. Я, на самом деле, очень любила своего кота. Давидуль, не мыти, пожалуйста. Я считаю, он прожил долгую и счастливую жизнь. Я его вообще лет 10 на руках носила. Видите, весь в игрушках. Да, и ты показываешь. Вот, Кися, да. Вот в альбоме у меня даже подписаны года. Вот только начало альбома, 2007 год, и начала этот альбом. Себя с мамой. Сейчас я тебе дам, зайчик. Сейчас мама снимет и с нашего любимого кота. Это на Новый год. 2004 год. Это он совсем тут еще маленький. Зайчик, ну еще. Ой, забирай. Ну подожди, давай я хотя бы все покажу. Это у нас в прихожке стоял. Он постоянно туда прыгал. Он, кстати, еще прыгал на двери, все шкрябал. Вот, смотрите. Я ему даже на Новый год дарила подарки. Я и расческу дарила, и вот этих мышек всяких, игрушек. Это мы его купали. В общем, вот такая память у нас на всю жизнь осталась. Вот эта фотография, где мне 10 лет, и только маленький-маленький кот. Здесь мне, не знаю, наверное, 17. Вот он и так нас любил сидеть. А Давидушка не дает показать. Давидуль, смотри, сколько у нас тут кота. Не знаю, кто-то еще не опечатал так много фотографий своих животных. Да, кися. А где наша кися делась, Давидуль? Где кися? Ушел, да? Открыл дверь? Ключом открыл? Вот это молодец. Она ушел. Да. Вот он, да. Обнимать хочешь, зайчик мой? А вот это уже Давид маленький. С котом, не знаю, сейчас поищу. Это, наверное, одна фотография, которую она мне напечатала. А кто такой маленький? Да ты такой хороший. И кися, да. Тут Давид, наверное, года полтора. Ты такой красивый, секасчик. А, да, потому что вот здесь два года. Сейчас уже начала показывать фотографии. Покажу вам три таких самых красивых фотографий Давида с выписки. Это ему тут семь дней. Мой золотой, он только... А ты показываешь маме? Вот, да, еще нашли фотографию. Да, наша кися. Это мы на выписке. Он только в роддоме сосал соску. Дома уже потом не сосал. Да, Давид уже не надо ее туда цеплять. Вот, один мой маленький.